орешек знаний тверд но все же мы не привыкли отступать нам расколоть его поможет киножурнал хочу все знать или новости дня из далекого берлина с васей инвалидом ну вот дорогие друзья поговорим о главном тренере спартака да там новый старый какой тренеров много видел вот сюда спартаке тренер как бы плюс минус может покажется странным примерно одинаковый никак это палочи самонян да такой был хитрый симонян да кстати когда патриарх николай петрович старости на заметили поставил в 162 году он только закончил игровую карьеру так и когда николай петрович много лет спустя отставил романсов но романцев там не только закончил игровую карьеру а тоже там всего прошло 6 лет он поставил его в 89 а романцев закончил 83 такая схожесть и и да вот никита палочи Саманян там выиграл чемпионство 62-го, 69-го, три кубка. Такой был непререкаемый авторитет для игроков, как сам бывший футболист такой. И он, как хитрый армин, умел и с ветеранами найти общий язык, с Асяниным, с Хусаиновым, и с молодежью, с Ловчевым, с Абрамовым. Поэтому этот заклад еще перехитрил Деда Маслова, когда Киевская Динамо три раза подряд была чемпионом Советского Союза. Но потом, конечно, там еще много, я беру таких тренеров успешных, которые титулы я видел. Вот Константин Иванович Бесков, да, Константин Иванович это вообще барин, у него было барин погоняло. Константин Иванович только там на игроков они вообще боялись там, потому что Константин Иванович там их держал, ого-го, как вот всех. И молодых там, и старых, и любимчики у него все знаем были там, два любимчика, Досаев и Черенков. Ну потом Олег Иванович Романцев тоже, которого даже уже, вы читаете воспоминания игроков, они даже взгляды его боялись из-под темных. То есть наших этих всегда надо было держать разными методами, держать какими-то угодными методами, но держать. И вот тут плавно переходим к нынешним временам, там Российской Федерации, чемпионат, когда уже совсем недалекие времена. Романцев там ушел, построманцевская эпоха, вот возьмем два титула, да, Каррера и Итальянец, казалось. Ведь многие, кто были в Италии, там, это близкая ментальность итальянцев к русским, там, ну может там грузинам, не знаю, там, пальто не надо, как в анекдоте, но такие. Вспомните, как Каррера, там, и тот же Тедеско, хоть он немец, но Тедеско-то итальянец, там, скачать на стол, там, разбить вазу, наорать, так вот это так, жестко держать, мягко стереть, но жестко спать. То есть, по-разному, в ежовых рукавицах надо держать, физкультурников, они всегда были пятого и двадцатники, то есть, во времена СССР тоже пятого и двадцатого давали, только банкоматов не было, они в ведомости расписывались, вот. Поэтому, где-то прослеживается такая, может быть, не общая, но в то же время общая схожая, Симонян, Бесков, Романцев, Тедеско, Каррера, хотя Тедеско не выиграл титулов, но можно приравнять, поскольку Зенит, мы понимаем, вечно назначенный чемпион пока, за стеной, за поребриковые сидят все эти, да. Теперь давайте плавно переходим к испанцам, вот. Но испанцы другая ментальность, испанцы это же такие, они не то, что местечковые, вот Эмири, вот это вот, посмотрите, наши рыжие, да, это другие люди, потому что Испания другая страна, как Италия. Италия это другая, Испания другая, они где-то там выросли, воспитывались, они такую попадают в среду, такую, ну, такую культурную, имеют Испанию, родина их нет, да. А в России здесь немножко все по-другому, они хотят вот это насадить, вот это, как Эмири хотел, как хочет рыжий, там, какие-то там конспекты, тактику, там, что-то рассмотреть такое, чтобы было, все там, чин-чинарем. Но не проходит, не проходит, здесь нужен Тедеско, здесь нужен Каррера, вот такие вот методы, даже 2-0. В России очкастый аферист, который титул выиграл кубок, он там всего 4 матча, 2 с первой лигой, 2 там с грандами ЦСКА и Динамо. И то там игроки вспоминали, как 2-0, короткие воспоминания, что он такой тоже был, то он напоминал им чем-то там, может быть, Карреру там, или Тедеско, вот там, или того же даже Романцева. Опять, я говорю, подчеркиваю, может они и разные, но схожи. Вот такой нужен, такой нужен тренер, вот так вот, чтобы их это самое, чтобы они понимали, где шляпа, а где Панама, вот. А Рыжий там, да, там объясняет интересные тренировки с мячом, им не с мячом, им как Феликс Магат нужно, и Анатолий Владимирович Старасов, штангу на плечи и максималку Романцевскую в горку, чтобы боялись, вот. Хотя говорят сейчас, конечно, времена другие, сейчас агенты такой, нет дедовщины, как во времена чемпионатов СССР, когда могли там в раздевалке по голове дать, там, или тренеры накричать, или решать. Сейчас другие методы, денежные методы есть, наказывать, там, вот этим всяким, или решать их, вот как Соболева вроде немножко приструнили сейчас. И еще, игроки-то всегда, ребята, одинаковые, в футбол-то всегда играют одни и те же люди, что в 60-е, 70-е, 80-е, сейчас 2000-е. Был у отца два сына, да, первый умный был Детина, был второй и так и сяк, третий вовсе был футболист, да. Ну вот они такого примера, ну не может быть, ну есть там Литва золотой медалист, да, ну такие бывают, такие ребята, но это в основном такие, серединка наполовинку, фоточки с Раминочкой в инстаграм постить, да, как Зоба, или другие, как наши, как Соболев, наш Челдон, Сибиряк и другие, вот, ребята-то, не семи пядей во лбу. Поэтому они все видят, все чувствуют, им вот такая вот рука нужна. Испанцы, вообще испанцы это, ну, к сожалению, к сожалению, вот, да, можно сказать Гвардиола, там, Маурини, но это там, там, в Европе, в Западной, все другая ментальность у игроков, где все по-другому построено, понимаете. А у нас здесь Россия, матушка, как знаете, в том меме в этом, в интернетовском. Так что ничего это не происходит, все может быть и культурно, но внутри, внутри, в подсознании все равно сидит. Пятого и двадцатого и банкомат на легком дамском, понимаете. Вот и все, дорогие друзья, вот и все. Так что здесь ничего, как говорится, секрет по Лишинели, и Америке не откроют. А теперь, как вот это говорят, вот надо, Валера, Валера Веримовна. Куда? И че? И че? Вот он сейчас придет, и че? Ну и ваш Спартак, вот сейчас придет, Валера Веримовна. Вот вы посмотрите, вспомните, это двенадцатое место сразу вот это будет. Он же за пятнадцать лет ничего не выиграл. Ну, придет, да, Рыжкин с собой приведет. Камличенку, Осипенко, Писякова, который играет ногами, да, Писякова он любит очень. Писякова, да. Берамяна, ну и Глебова, конечно. Вот вам будет Спартак. Хуй, вот будет Спартак, да. А второй вариант, это Надутый Индюк. Как у вас фамилия? Вы кто? Представьтесь, в душ пойдемте. Вот, вот. Или Надутый Индюк, это тоже двенадцатое место. Надутый Индюк, он да, он. Венгрию, Ференс Варуш, президент Ференс Варуша. Как у вас? То есть, он с Ференс Варушем, с Леги, там, четвертьфинал, чемпионат мира, часы, там, подарил президент. Вот. Это тоже двенадцатое место. Вы помните, 2007 год, смерть Григорьевича на нем. На нем. Григорьевич умер из-за него, наш любимый Владимир Григорьевич Шведотов. Помню, как он себе подсидел, его и выжил. Вот эти две кандидатуры, Гопарин, Надутый Индюк, это вообще надо. Колючей проволокой огородить, вообще не подпускать. Пропустить топ 10 тысяч вольт, и всех этих ветеранов спартаковских. Так что, такая ситуация, Цукс-Ванг, там, кого они, чего они там приведут, эти гермафродиты из Лукоя. Даже они сами даже не знают, потому что у них мысли совсем другие сейчас. Мысли сейчас надо тихонечко отсидеться на месте, чтобы какой-нибудь Сечин Миллер ничего не забрал, не прибрал. Все сидеть там, чтобы на кармане, на пехе, на пехе, на речман был там, и где-то там на счетах. Вот их что волнует. Какой там Спартак, делом сотом, там, денежку дали, там, и до свидания. Так что, есть такой вариант, что они и Рыжего оставят, конечно, их до зимы, до лет вполне допускай. Но если там где-то крупно засадят, 0,3 ЦСК, 0,3 Динамо, 0,3, тогда уже будут, да, думать, шевелить булками. Кого поставить, вот. Ну, если касаемо моего мнения, опять же, это не инсайт, лично мое мнение, все знают, мое мнение, ну, вкусовщина лично. Я здесь из российских тренеров вижу, ну, Слуцкий там, до свидания, он там сейчас с этим, с Капитаном Шоколадный Глаз, они вместе друг друга, это самое, вот, все знают, да. Поэтому, Слуцкий, конечно, отпадает. Палыч старый, ну, Палыч, уже лет-то сколько, Палыча же не будет. Бердыев тоже старый, там, понимаете. Других-то нет. Может, Пса еще предложите, да? Да? Пса, хоронила Святой Георгий, дай вам миллион лет жизни. Ну, понятно. Я единственное вижу, можно, Тихонова, потому что Тихонова, я говорю, его два раза рассматривали, он был в шаге от спартаковского тренингства, когда Цорн отправил Тедеско на неделю подумать домой, Тедеско думает, вернуться или нет, от Германии. Уже практически с Тихоновым договорились, он должен был принять, потом вернуться Тедеско, кандидатура Тихонова отпала. Еще один раз, по-моему, во времена Оленича, вот. Ну, Тихонов тоже мягковатый человек, да, он там тренировал крылья, Краснодара особо не добился, но у него авторитет непререкаемый. И, конечно, он разбирается в футболе и умеет, как тренировать, и игроки бы, конечно, прислушивались. Но здесь пожестче, может быть, надо, поэтому, опять же, говорю, может быть, и у Тихонова бы получилось, нет. Ну, попробовать можно было бы, мое это опять мнение, я не знаю, могу ошибаться, тоже Тихонова, как там вышло бы, нет, никто не знает, вот. Ну, а каких-то там Шаля до третьей дорожки, там, с Баженой Рыльской, Оксаной Робской, это вообще, друзья, ну, сами понимаете, да, там, или каких-нибудь там еще Барсика, Барсика с пластины в голове, там. Вообще Григоряна предложите, или пиджака верните, да. Ну, вот такие вот мысли, дорогие друзья. Так что надо ждать, терпеть, как говорится, сидеть на заднице ровно, на легком дамском и ждать. То ли Рыжий, значит, останется, то ли не останется, то ли они, то ли нам Гермафродит из Лукоила подгонит. Сейчас Валера и Фамилия, или Надутого Индюка, вот. Ну, Тихонова не знаю, вряд ли это мое мнение, Тихонов, мне кажется, было бы, можно попробовать. Вот как-то так, дорогие друзья. Так что ждем новостей по главному тренеру или не ждем. И будем делать выпуски. Всех люблю, обнимаю. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok